В этом видео мы разберем, как заполнять блок метаданных на сайте edukpfu.ru. Для того, чтобы начать заполнение, вам нужно зайти на сайт edukpfu.ru под своим аккаунтом и зайти в ваши курсы. Они находятся в блоке слева. Вы должны нажать на нужный вам курс, и перед вами откроется панель вашего курса. И блок метаданных находится справа, до данных курсов. Нажимаем, и перед нами открывается поле со всеми названиями курсов, которые у нас есть. В данном случае у нас есть только один курс под названием рабочий. Если бы курсов было больше, в таких списках здесь было бы больше. Нажимаем на нужный нам курс, и перед нами открывается поле метаданных. В первом поле вы видите ID курсов. Это четыре цифры, которые проставляются автоматически. Номер вашего курса. Его нужно знать, когда вы звоните, например, в Центр развития онлайн-образования, и хотите уточнить какие-то вопросы по вашему курсу. Вы должны назвать именно эти четыре цифры. Далее, ссылка на промо-ролик. В это поле вы вставляете ссылку на YouTube вашего промо-ролика. Ролик заранее нужно разместить на YouTube. Как это делать, вы найдете в описании к этому видео. Далее нужно выбрать категорию ЦОР. Какой именно категория ЦОР относится ваш курс. Здесь мы рассматриваем метаданные на примере ЦОР первой категории, поэтому ставим первую категорию. Дальше нам нужно выбрать категорию слушателей. Для кого именно создается этот курс. Здесь вы можете выбрать из всплывающего списка разные категории слушателей, для которых рассчитан этот курс. Можно выбрать одну категорию, если ваш ЦОР, например, рассчитан только для школьников. Можно выбрать несколько, например, если он рассчитан и для школьников, и для абитуриентов. Ну, или, как в нашем случае, для бакалавров. В этом поле мы пишем краткое описание нашего курса. О чем он, на кого он рассчитан, что нового узнают студенты на этом курсе. Такое понятное и дружелюбное описание вашего курса. Далее блок формируемой компетенции. Здесь вы прописываете, чему именно обучится студент на вашем курсе. Это должно быть понятное человеку описание. Например, в рамках курса вы узнаете, как проводить количественные исследования и научитесь проводить контент-анализ. То есть максимально понятно и просто. Следующее поле приобретаемые навыки. Здесь на первом этапе вам нужно выбрать, к какой области знаний относится ваш курс. Есть несколько областей знания. Например, наш курс относится к социальным и гуманитарным наукам. Далее вам нужно выбрать теги. Теги — это такое короткое обозначение навыков, глядя на которые студент поймет, что можно ожидать от этого курса. Вы можете их выбрать не более десяти. Результаты обучения. Здесь вы прописываете, что студенты получат, чему научатся. В перечне тем вы описываете темы, которые студенты пройдут в рамках вашего курса. И требования к обучающимся. Здесь вы должны прописать, какими навыками, знаниями, программами и физическими возможностями должны обладать студенты, чтобы пройти данный курс. Например, вам важно, чтобы для прохождения этого курса у студентов стоял определенный софт, определенная программа на компьютере. И тогда этот курс станет для него возможным. Далее мы заполняем поле «Автор». И здесь мы указываем первого автора нашего курса. Начинаем вводить в поисковике фамилию нашего автора. И в выпадающем списке мы видим всех преподавателей и ищем тот, который нам нужен. И мы видим, что у нас автоматически подгружается его место работы, должность, также почта и телефон. Поле «Е-мейл» и «Телефон» — это поле, доступное для ввода. Мы видим, что, например, Алексей Назаров не оставил свой телефон, он никак не указан. И мы можем здесь вбить тот телефон, который нам нужен. Также, если почта автора уже не является актуальной, мы можем здесь выбрать другую почту. Если автор один, то доля авторства 100%. Если у вас несколько авторов, то мы переходим к вкладке «Добавиться автора». И также начинаем через поиск искать преподавателя, который нам нужен. У нас подгрузился список, и мы выбираем тот, который нам нужен. Добавим еще одного автора. Также автоматически подгружается его место работы, должность, фотография, если она указана в карточке сотрудника. И теперь мы должны расставить долю авторства. Если мы не расставим долю авторства, то у нас система не даст сохранить методанные. В данном случае у нас везде у всех будет по 25%. Или доля авторства может быть другая, в зависимости от того, какой вклад внес в создание ЦОР преподаватель. Но главное, чтобы суммарная доля авторства была равна 100%. После того, как мы добавили с автора, переходим к выбору направления подготовки. Здесь нам необходимо выбрать институт, для которого мы делаем наш ЦОР. Например, выбрать направление, форму обучения, учебный план. Дисциплину, для которой мы делаем. Тут может быть небольшая задержка, потому что подгружает у дисциплины. И также выбираем семестр. Эта информация вытягивается из учебного плана. И здесь мы видим, у нас автоматически появились компетенции. Они также заложены в учебном плане, и они подтягиваются автоматически. Если эти компетенции не отвечают вашим требованиям, вы можете снять галочку. И таким образом эти компетенции не будут отображаться в курсе. Если компетенции нужно оставить, и они отвечают вашим требованиям, вы оставляете галочку и нажимаем «Добавить». Вы также можете добавить несколько направлений подготовки. Нажав «Добавить». И важное замечание, здесь автоматически сохраняются данные последнего введенного института. Если вы продолжаете забивать направление подготовки для этого же института, вы можете сразу перейти к выбору направления и формы обучения. Если же вы добавляете новый институт, вы просто нажимаете на это поле и выбираете из того списка, который вам предложен. И начинаете процедуру заново. И нажимаем «Добавить». И мы видим, у нас здесь высветились компетенции, которые мы добавляли на этапе выбора направления подготовки. Следующий блок для заполнения количества часов, покрываемых ЦОР. Здесь первые четыре поля доступны для ручного заполнения. И здесь вы сами вписываете, какое количество часов покрывает ЦОР для лекций, семинаров и самостоятельной работы и контрольных работ. Если вдруг ваш ЦОР покрывает только лекции, вы ставите число, а семинары самостоятельной работы никак не покрывают, вы просто ставите везде по нолям. И академические часы и зачетные единицы – это поля, недоступные для ручного заполнения, они высчитываются самостоятельно в системе. Следующее поле – формат ЦОР. Это также поля для ручного ввода. Вы здесь пишете, сколько курс длится в неделях и какое количество часов на освоение в неделю нужно закладывать студенту. После этого мы нажимаем «Сохранить». И если вы допустили где-то ошибки на этапе заполнения, то система не даст вам сохранить метаданные, она укажет вам на ошибки, которые нужно исправить. Мы нажимаем «Закрыть» и возвращаемся к нашим метаданам. И поле, которое мы не заполнены, будет подсвечено красным. Мы забыли выбрать теги, которые нужны. Выбираем теги, которые подходят для нашего курса. И также система сказала, что у нас неправильно стоит доля авторства. И если все успешно, система скажет нам «Данные сохранены». И мы можем закрыть и вернуться в соседнюю вкладку на наш курс. Таким образом мы заполнили метаданные. Продолжение следует...